Монолайн спиной вперед При выполнении монолайна спиной вперед вам нужно обратить внимание на следующие вещи Ноги стоят в одну линию Распределение веса, как уже говорилось раньше при выполнении упражнений фонарик монолайн 50 на 50 Вес внутри ролика чуть больше давит на носочки Плечи развернуты вдоль направления движения Крис-кросс спиной вперед Техника выполнения крис-кросса спиной вперед похожа на техника выполнения монолайна спиной вперед Ноги подсогнуты Вес внутри роликов чуть больше давит на носочки Плечи развернуты вдоль направления движения Голова через плечо смотрит назад Учимся тормозить Мы уже научились набирать скорость Теперь необходимо научиться останавливаться Важно помнить, что перед торможением необходимо дополнительно согнуть колени и не выпрямлять их до остановки Сейчас я расскажу о нескольких видах торможений разных по сложности Перед тем, как попробовать выполнить тест-топ в движении необходимо научиться делать подготовительные упражнения у бортика Потренируем правильную стойку для тест-топа Обратите внимание, опорная нога чуть-чуть наклонена на внешнюю сторону Слайдящая нога сильно прижата к асфальту Вес в основном на опорной ноге Выполнение тест-топа в движении начинается из движения, немного напоминающего самокат При одном из отталкиваний оставляем толчковую ногу лежать на асфальте Помните, чем ниже вы присядете в тест-топе, тем лучше Опорная нога должна быть сильно согнута Слайдящая нога сильно развернута и также сильно согнута в колени При выполнении тест-топа держите спину прямо Не нагибайтесь слишком сильно вперед И еще может возникнуть проблема Скорее всего, вас будет закручивать в сторону слайдящей ноги Для этого отведите руки и плечи в противоположную сторону Следующий слайд, торк-стоп Похож на тест-топ Но слайдящую ногу мы разворачиваем носком внутрь Этот слайд получится, если вы сильно согнете опорную ногу Это позволит ниже присесть Тогда слайдящую ногу можно легко наклонить к асфальту Вестоп по-другому называется еще плуг Это торможение выполняется с довольно большой скорости Мы раскатываем ролики, сильно наклоняем их на внутреннюю сторону и удерживаем от съезжания Для выполнения вестопа нужно сильно раскатить ролики Наклонить их на внутреннюю сторону А потом потянуть друг к другу носки Но при этом давить на пятки Удерживая ролики от съезжания За счет этого произойдет торможение При выполнении вестопа, чувствуя скорость Вам нужно не побояться и немного отпустить ноги вперед от себя То есть принять такое положение, которое в статичном состоянии было бы невозможно Следующий вид торможения – пауэр слайд Мы будем учиться выполнять его тремя способами С выхода, с прыжка и с движения назад Выполняя пауэр слайд, необходимо сначала перенести вес на одну из ног И затем, быстро разворачиваясь на опорной ноге Вынести вперед слайдящую ногу Она должна быть довольно сильно пригнута к асфальту Обратите внимание, во время слайда уровень бедер не должен подниматься Пауэр слайд с прыжка – наиболее распространенный пауэр слайд И в итоге он будет для вас наиболее простым Но вначале необходимо освоить разворот прыжком и пауэр слайд с выхода Затем вы совмещаете эти два упражнения И необходимо развернуться прыжком и сразу поставить ноги в положение пауэр стопа Здесь действует тоже правило – бедра не поднимаем И еще важно помнить о положении плеч Ваша стойка должна напоминать стойку фехтовальщика Спина вертикальна, плечи прямые Одна рука направлена вперед, вторая отведена назад Также есть еще пауэр слайд, который выполняется с движения назад Здесь действуют все те же самые правила, та же стойка Вы также непрерывно смотрите по ходу движения, не нагибаетесь слишком сильно вперед И еще, последите за тем, чтобы опорная нога не сваливалась на внутреннюю сторону А теперь попытаемся освоить соул виллинг Это уже более сложное торможение и одновременно достаточно красивый слайд Пока вы тренировались делать тест-топы, у вас уже достаточно подтерлись колеса Они легче скользят поперек по асфальту И скорее всего у вас все получится, если будете соблюдать технику Для выполнения соул виллинга нужно как можно ниже присесть Так как вы можете, насколько хватает сил опорной ноги И потом можно даже опорную ногу поставить на одно колесо Это только поначалу кажется сложнее На самом деле так вам скорее всего даже больше понравится выполнять этот слайд Так он выглядит красивее, так легче наклонить слайдящую ногу И не наклоняйтесь слишком сильно вперед Ну а теперь попытаемся сделать всем знакомое хоккейное торможение У роллеров оно называется параллель Для правильного выполнения параллели необходимо как можно ниже присесть И не вставать во время слайда до остановки У вас вообще должно быть ощущение, что бедра параллельны асфальту Также перед самым началом слайда можно немного вильнуть роликами В противоположную сторону от той, куда вы повернете носки Но если подытожить, попытаться разговор о торможениях Что важно помнить Не нужно скупиться на приседания Скорее всего слайд получится лучше, если присесть пониже Вам может казаться, что вы уже достаточно сильно присели Но на самом деле скорее всего есть еще запас, чтобы дополнительно согнуть опорную ногу Также помните, что можно наклонять ролик к асфальту не только движением от колена Но и движением самого голеностопа Особенно если ролик мягкий, можете попробовать Вполне можно, наверное, найти еще резерв, чтобы колеса прыгнуть сильнее к асфальту за счет голеностопа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!